В этом видео новогодний модуль для Joomla, который позволяет отобразить на сайте падающий снег, вставки изображений, например здесь в левом углу, в правом углу. Сейчас вы можете видеть снег, сзади просто фон светлый, поэтому снег плохо видно, но он реагирует на мышку, это интересный тоже вариант. Также здесь есть всплывающее окно, вот здесь всплывающее окно вы видите, вот по крестику тоже закрывается, внизу есть такая подложка, картинка, тоже можно выбрать ее показать или вообще не показывать, или загрузить свою собственную. И все это делает один модуль. Меня зовут Федор Васильев и давайте подробнее в этом видео. Модуль бесплатный, но вы должны знать как его скачать, потому что у новичков могут быть сложности. Во-первых, вам надо зайти вот на этот сайт, ссылку я приложу под этим видео, то есть скачать, вот разработчик, бесплатный модуль. Обязательно здесь нужно будет зарегистрироваться на сайте, вам не дадут скачать. Регистрация тоже бесплатная, модуль бесплатный. Простая регистрация, регистрируйтесь, скачивайте архив. Внимание, после скачивания архива не надо устанавливать его сразу на сайт, у вас он не установится. Вы получите вот такого вида архив. Вам нужно его сначала на компьютере распаковать. У вас в архиве там будет три модуля. Настройки отличаются, но я использовал один из них, который мне показался наилучшим. Во-первых, здесь из названия понятно. Вот J25J3. Это для Jumbo 2.5, для Jumbo 3. Я его удаляю, он мне не понадобится. И вот этот верхний, 2016, версия модуля 3.0.0, тоже удаляю. Оставляем только для Jumbo 3.1.0 версия. Вот этот модуль мы теперь можем ставить к нам на Jumbo. Я перехожу в админку тестового сайта. Устанавливается, как обычно, модуль. Здесь я выбираю загрузить файл пакет. Просто вот так вот модуль перетаскиваю на сайт. Все, установка модуля успешна. Кстати, если кто не знает, если вам нужен сайт на Jumbo, у вас нет времени или вы сомневаетесь, вы всегда сможете сайт заказать у меня. Позвоните мне, звонок бесплатный через Viber или WhatsApp. Обсудим ваш проект, создадим вам сайт. А мы с вами движемся дальше. Переходим с вами расширение модули. Данный модуль, вот его название, да. Находим его здесь. Я захожу внутрь в настройки. Заголовок, вот этот заголовок, его показывать на сайте не нужно. Мы его здесь скрываем. Модуль мы включаем. Отобразить вы можете в позиции модуля, в зависимости, какой шаблон вы используете. Я буду показывать на шаблоне ProtoStar, родной шаблон Jumbo 3. Поэтому здесь я нахожу ProtoStar и, например, выбираю баннер. Ну, посмотрим, как он будет смотреться. Сразу прямо на этом уровне можем сохраниться. Привязка к пункту меню я выставлю на всех страницах. А иначе мы его не увидим. Сохранить. То есть ничего еще не настроили. Просто посмотрим на фронтальной части сайта, как что работает. Ну, все работает. Видим, картинки автоматически здесь подгрузились. Смотрите, автоматически всплывает вот такое вот окно, где вы можете в центре этого окна задать свой текст. Внизу подложка. Тоже все меняется. Если я вот это окно закрываю, смотрите, у нас еще появляется внизу вот такое вот окно тоже, где вы можете добавить свой текст. Тоже в таком новогоднем виде. И давайте посмотрим по настройкам. Смотрите, на вкладке модуль вот эти все кнопки настройки, это все относится к снежинкам. Здесь можете просто поиграться, повключать, подключать кнопки, посмотреть, как что работает. То есть автостарт, автоматический старт. Да, нет. Show color цвет снежинкам выбрать здесь. Количество снежинок, там, размер снежинок. В общем, здесь смысла нет объяснять. Просто повключайте, подключайте. Там что-то эффект, вот этот эффект, все это эффекты. Что вам больше подойдет? Я хочу здесь больше акцентировать внимание вот на эту вкладку Display Option и поговорить здесь. Например, давайте сразу вот с нижней части Content Layer. То есть какой-то текст. Например, я напишу Привет, мир. Вы можете написать все, что угодно. Сделаю размер побольше. Сохранить. Идем на сайт, обновляемся. Во всплывающем окне, вот у меня здесь, видите, показано Привет, мир. То, что я здесь написал. То есть во втором окне я напишу прям Привет, мир 2, чтобы вы видели, что это у нас текст будет для второго окна, который появляется во правом нижнем углу. Вот вы видите, окно появилось, вот он Привет, мир. То есть это можно использовать так. То есть какие-то тексты, поздравления, может быть какая-то ваша акция для сайта. И теперь дальше по настройкам. Вот эта кнопка Show Pop-ups, если мы вставим в положение Нет, отключает оба всплывающих окна. И заметьте, когда включаем-выключаем, у нас дополнительно исчезает поле. Есть возможность загрузить Background Image Pop-up, то есть задний фон, картинку. Можем просто протестировать на примере какой-то картинки. Вот, например, выберу вот эту картинку. Сохранюсь. Смотрите, картинка загружается. Видите, весь бэкграунд исчезает, текст сохраняется, крестик закрыть есть, что-то написано, да, остается текст, и вот эта наша картиночка, сзади баннер появляется. Ниже у нас есть возможность загрузить небольшое фоновое изображение. Так и написано, Smile. То есть небольшое. Можно также посмотреть на примере какого-то изображения, просто посмотреть, где это будет отображаться. Вот это маленькое изображение, это относится у нас вот ко второму баннеру. Видите, где оно появляется? Вместо той новогодней картинки. Хочу заметить, если вы закроете по крестику, вот здесь нажмете основной баннер, там как-то видно или куки, или что. В общем, вы в этом же браузере второй раз, пока настраиваете окно, возможно, вы его не увидите. Придется зайти с другого браузера. Так что не нажимайте на крестик, если вам удобно в одном браузере все настроить. К сожалению, я не нашел в модуле управлений всплывающих окон такие опции, как выбрать задержку окна. Сколько раз показывать конечному пользователю это окно, здесь таких опций я не увидел. В общем, пускай останутся обе картинки новогодние. Show Background Image. То есть тоже, смотрите, изначально включено, и тоже есть возможность загрузить картинку. То есть если выключено, то это полностью отключает, смотрите, нижний сайт бар. У нас там был такой новогодний сайт бар. Я вам еще раз покажу. Сохранюсь. Смотрите, сейчас в нижнюю часть сайта. Вот он, видите, где он там снеговик стоит. Вот это все отключается. Соответственно, если это включено, есть возможность загрузить вот здесь вот свой бэкграунд. Ну, я его отключу. Дальше, смотрите, вот эта опция отключена и цвет. То есть это будет заливка цветом боди. То есть это центр, ну, вообще вся часть сайта. Вот она, видите, вся зеленая. То есть прямо здесь можно залить это цветом. Показать картинки вверху. Смотрите, отключаем, включаем. Видите, две опции сворачиваются. Это у нас с вами вот левая картинка, вот здесь видите, и вот здесь вот правая. Получается, либо свои загружаем на эти места, то есть в эти места. Либо вообще отключаем, если это не требуется, и смотрим, отключаются. Видите, они. Бэкграунд, айкон топ. Сверху загрузить иконку. Ну, на самом деле, или иконка, или картинка. Вот я загрузил. Это над всплывающим окном. Вот здесь, видите, она показывается. Вместо оленей. И вторая иконка. Вот здесь вот джумла. Здесь у нас стоял снеговик. То есть, если нужно здесь что-то свое. Опять же, картинки тестовые, да, здесь надо будет как-то подгонять их по размеру, готовить их специально на фотошопе. То есть, вот эта вот вторая бэкграунд, которую я залил, она вот здесь у нас вместо снеговик, вместо Деда Мороза. То есть, если я их отключаю, вот вы видите, возвращается Дед Мороз, и вот он, два оленя здесь с текстом. Вот такой вот снежный новогодний модуль в этом видео я вам показал. Надеюсь, для вас он был интересен, и вы примените его на своих сайтах, если вам он понравился. А на этом я с вами прощаюсь, и увидимся с вами в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok